МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро первой новостью города. В студии Кирилл Попов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Севастопольские общественники обеспокоены капитальным ремонтом летней эстрады «Ракушка». Недавно из-за строительного забора, которым оградили место общественного отдыха, показались бетонные сооружения высотой в несколько метров. В Вайдарской долине в 14-й раз стартовала ежегодная велогонка «Крымская осень». В центральной городской библиотеке состоялся предпремьерный показ фильма «Честь и верность. Адмирал Кислинский». Проект по переброске воды из реки Кокоска в Чернореченское водохранилище для обеспечения водой Севастополя закрыт. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании, посвященном водообеспечению Бахчисарайского и Симферопольского районов, а также столице республики. «Нигде без мнения местных жителей никаких перебросок никуда не будет. И, кстати, просто я уже хотел жителей Бахчисарайского района успокоить. Никто без вас и без вашего мнения никаких решений, могу сразу сказать, пока Коски бы не принял. Я же обещал еще позапрошлом году и договорились сразу. И когда Михаил Владимирович ко мне Развожаев обратился, я сразу сказал, то есть там воды мы Севастополю готовы были бы дать, если бы она у нас была. Регион Братский, нам севастопольцами делить здесь нечего и никогда, если у нас что-то есть в излишке, мы никогда, соответственно, на этом сидеть не будем, всегда поделимся. Но если у нас этой воды в Кокоске в районе нет и не будет». Он уточнил, что решение принято после обследования реки специалистами, в том числе и севастопольскими. В результате в вопросе по переброске воды из Кокоски поставлена точка. Сергей Аксенов подчеркнул, что в случае реализации проекта в нынешних условиях пострадают жители Бахчисарайского района. «Мы коллегам показали, севастопольцам, что это не наша прихоть в данном случае или нежелание поделиться, это отсутствие воды. Поэтому вопрос по реке Кокоска закрыт, в принципе, до момента, если когда-нибудь эта река не станет полноводной такой, что она даст возможность запитывать жителей Бахчисарайского района и Севастополь. Но пока что по итогам наблюдений таких у нас прецедентов не было и, скорее всего, этот проект закрыт насовсем». Накануне временно исполняющей обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что сейчас местные власти ищут альтернативные способы водоснабжения города. В том числе потому, что к перебросу части стока реки Кокоска в Чернореченское водохранилище негативно относятся жители Бельбекской долины. На данный момент рассматриваются различные варианты, в том числе очистка сточных вод для использования их в технических нуждах и применения опреснительных установок. Также накануне стало известно о готовности местных властей использовать озеро у горы Гасфорта и Кадыковский карьер. Напомним, в начале сентября Михаил Развожаев обращался к президенту с просьбой выделить дополнительные средства, а это почти 7,5 миллиардов рублей на решение проблем с водообеспечением. На реализацию проекта переброски части стока Кокоски предполагалось 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Остальные средства власти планировали использовать на капитальный ремонт городских сетей. Власти Крыма и Москвы подписали соглашение в сфере развития туристической индустрии двух регионов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Планируется, что стороны будут развивать совместную работу по целому ряду направлений, включая взаимодействие между организациями туристской индустрии двух регионов, обмен опытом по вопросам государственного регулирования сферы туризма и туристской деятельности, содействия формированию новых туристских маршрутов. Соглашение также предусматривает содействие развитию детского, молодежного и семейного туризма, туризма старшего поколения и социального туризма, проведение совместных мероприятий, обмен календарем событий и другой актуальной информацией, говорится в сообщении. Как отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, договоренность предусматривает широкий спектр проектов и программ, которые будут направлены на развитие турпотоков не только летом, но и в межсезонье. Об итогах летнего сезона крымской туристической отрасли рассказала учредитель группы компании «Ласпи» Елена Баженова. Она сообщила, что с мая по август предпринимателям полуострова пришлось преодолеть немало трудностей, обусловленных введением ограничений из-за пандемии коронавируса. Отели и гостиницы адаптировались под условия рынка от полного отсутствия клиентов в июне и до полной загрузки в период бархатного сезона. Обслуживающего персонала, линейного персонала на объектах размещения физически не хватало. Не хватало, потому что были закрыты границы. Границы с Украиной, границы с Белоруссией, границы с ЛНР и ДНР. Нельзя было приглашать оттуда обслуживающий персонал. Также непонятно было, когда будет открытие официальное в полном объеме, то есть случилось с 1 июля, и заранее провести обучение, подготовку персонала. При этом Елена Баженова подчеркнула, нынешний приток туристов является искусственным. Люди направились отдыхать на полуостров из-за закрытия внешних направлений, а потому повторить подобный результат в следующем году будет довольно сложно. Внешние факторы сыграли в пользу прежде всего внутреннего туризма и в том числе Крым. Люди поехали отдыхать в Крым, поехали к морю. Нам нужно будет приложить очень много усилий всей туристической отрасли для того, чтобы сохранить, скажем так, большую часть этого потока. Подробнее о том, в каком состоянии сейчас находится крымская туристическая отрасль, почему цены в наших отелях остаются высокими и для кого лето 2020 года закончилась банкротством. Смотрите в новом выпуске программы «Актуальное интервью». Исторический облик Приморского бульвара против современной звуковой и световой аппаратуры. Севастопольские общественники обеспокоены капитальным ремонтом летней эстрады «Ракушка». Недавно из-за строительного забора, которым оградили место общественного отдыха, показались бетонные сооружения высотой в несколько метров. Общественники считают, что их возведение незаконно и может полностью изменить исторический вид центра Севастополя. Любимая севастопольцами «Ракушка» закована в строительный забор с июня прошлого года. Капитальный ремонт эстрады затянулся на шесть месяцев. Сначала меняли подрядчика, потом коррективы в сроки работ внесла пандемия. До сдачи объекта осталось чуть больше 30 дней. Но вместо открытого, полного воздухом пространства из-за строительного забора показалась двухметровая стена ступенчатого амфитеатра и почти в два раза выше помещения для аппаратуры. Дело в том, что Приморский бульвар – это комплексный объект культурного наследия. У него есть границы и есть определенные правила, что можно и что нельзя делать в этих границах. Так вот, ракушка, конечно же, сама по себе она не является ОКН, но она входит в границы Приморского бульвара. И на Приморском у нас запрещено любое капитальное строительство. То есть, ну, вы можете максимум урны местами поменять. Но что-то строй здесь нельзя категорически, а кроме того, нельзя увеличивать параметры уже существующих объектов. Новые капитальные строения искажают внешний вид Приморского бульвара, исторический облик которого складывался более ста лет, уверен председатель общественной организации по сохранению объектов культурного наследия морской форт Григорий Донец. Если раньше эстрада ракушки хорошо просматривалась практически от фонтана, то теперь с этой точки Приморского бульвара видны только серые стены и кирпичи. Исходя из этого, вырисуется следующее. Правительство города Севастополя, принимая решение о реконструкции данного объекта, с моей точки зрения, не следовало требованиям приказа номер 73 об охране объектов культурного наследия. Тем самым исказив внешний вид Приморского бульвара, одно из самых значимых мест отдыха наших севастопольцев. По словам депутата законодательного собрания Севастополя Вячеслава Горелова, архитектурно-художественный совет не согласовывал проект капитального ремонта ракушки. Замечание специалистов вызвало как раз закрытость сцены со стороны бульвара, ненужные ограждения и громоздкость всего ансамбля эстрады. Подтверждает эту информацию и председатель Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Юрий Падалко. По его словам, на архитектурно-художественном совете проект презентовал представитель некоего общества с ограниченной ответственностью ТДМСК. Такое отношение к историческому центру Севастополя общественник считает просто неэтичным. Получается, что любой житель или гость города, входя на Приморский бульвар, оказывается фактически на задворках эстрады. Дело в том, что попадая с площади Нахимова на Приморский бульвар, человек не будет видеть вот этой широты картины, мостика нашего сразу не будет видеть, не будет видеть сквозь этот мостик море корабли, ложечки ходящие там, не будет видеть береговые батареи, он будет видеть глухую стену вот этого амфитеатра. Существуют этические какие-то нормы, что нельзя, допустим, сорить в общественных местах. А если насорил, надо убрать, так вот это надо просто убрать. Непосредственный заказчик капитального ремонта – дворец культуры села Андреевка, в чьем оперативном управлении находится ракушка на данный момент. По словам главы учреждения Алана Саламова, его предшественникам на архитектурный совет было предоставлено несколько проектов. И на сегодня, уверяет директор, все разрешения на работы есть. Разрешение на работу как раз-таки нам дает архитектура правильно для того, чтобы этот проект был утвержден как раз-таки он был утвержден Маложавенко. И, точнее, не самим Маложавенко, а именно культурным… ой, сейчас… архитектурным советом при Маложавенко. Напомним, Александр Маложавенко, экс-глава департамента архитектуры и градостроительства, является фигурантом двух уголовных дел о превышении должностных полномочий. Кроме того, по словам Алана Саламова, согласование на капитальный ремонт в самом центре Севастополя, история которого насчитывает более 230 лет, с управлением охраны объектов культурного наследия города не требуется. Ведь сама ракушка объектом охраны не является. Аналогичную информацию озвучил начальник главного управления культуры правительства Севастополя Николай Краснолицкий. Это капитальный ремонт, поэтому по условиям капитального ремонта мы не должны были обращаться. Хотя вот сейчас, как говорится, я работаю с заказчиками, были посланы соответствующие письма. И сейчас мы просто смотрим, какие были нам даны ответы по этому вопросу. По словам Николая Краснолицкого, бетонный амфитеатр необходим, чтобы установить удобные кресла для зрителей ракушки. А в возведенном позади зрительного здала строении расположится стационарный центр управления световой и звуковой аппаратурой. Перенести его в другое место технически невозможно, считает чиновник. Однако он уверяет, что несмотря на все изменения, сцена останется народной. Я считаю, что со временем, конечно, сцена и условия для показа должны развиваться, должны становиться более современными. Для этого, как говорится, и делался капитальный ремонт. Мы отремонтировали здание, сохранив его исторический вид, исторический вид, который у него был в 19 веке. Что касается данной площади, где будут располагаться сидения, то предполагалось, что задняя сторона этой трибуны будет использоваться как арт-объект для того, чтобы там на стене были и выставки, фото-выставки, и картинные выставки. В том, что проект капитального ремонта прошел все согласования, уверена и заместитель губернатора Севастополя Ольга Тимофеева. По ее словам, работы велись максимально прозрачно, а сам проект – это компромиссное решение, которое было реализовано на ограниченном пространстве ракушки. Вариантов ведь не так много. Первый вариант – сносим все, начинаем наказывать тех, кто это делал и возводил, что называется, приводим в ноль в состояние разрухи, либо мы все-таки объект завершаем, запускаем его в работу и смотрим, как он будет эксплуатироваться. Поэтому я считаю, что все-таки нужно подходить к ситуации, исходя из тех реальных обстоятельств, которые мы имеем на сегодняшний день. А на сегодняшний день мы имеем чуть больше месяца до срока сдачи объекта – 31 октября. Двухметровый бетонный амфитеатр и четырехметровое помещение под дорогостоящую аппаратуру, которое закрывает вид на отремонтированное здание ракушки, а также спор о том, насколько все-таки был согласован проект. Редакция НТС направит информационный запрос в Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя, чтобы разобраться, какие именно объекты можно возводить на территории Приморского бульвара. Екатерина Костенникова, Анатолий Паньков, Севенфорумбюро. Руководство эксподрядчика реконструкции исторического бульвара взяли под стражу. Басманный суд Москвы арестовал генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Меандр» Елену Завадскую и экс-заместителя руководителя компании Евгения Ярмаша до 22 ноября. Поводом для их задержания послужило уголовное дело за хищение средств, выделенных на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корзакова. По версии следствия, три года назад с «Меандром» был заключен контракт на ремонт здания в северной столице на сумму 606 миллионов рублей. Подрядчик авансом получил почти 200 миллионов, но большую часть средств подозреваемые перечислили сторонним организациям, а запланированные работы не выполнили. Предприятие «Меандр» известно и на Крымском полуострове. Именно оно являлось генеральным подрядчиком неудачной реконструкции исторического бульвара в Севастополе. На работы, начавшиеся в сентябре 2018 года, Министерство культуры России выделило 435 миллионов рублей. Но вскоре деятельность на историческом бульваре приостановилась, а договор пришлось расторгнуть. Власти же соседней республики Крым были вынуждены разорвать контракт с «Меандром» на строительство Центра детского театрального искусства в Симферополе. При стоимости проекта, превышающей 1 миллиард рублей, подрядчик в 2019 году ежемесячно осваивал не более 5 миллионов. В конце концов, серая железобетонная коробка в центре Крымской столицы и вовсе замерла в тишине. Сейчас строительно-монтажные работы там не ведутся. Культура Севастополя понесла невосполнимую утрату. В ночь с 24-го на 25-е сентября после продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался основатель и бессменный руководитель народного фольклорного ансамбля «Русь», заслуженный гармонист Российской Федерации, заслуженный работник культуры России и Украины Петр Тимофеевич Савченков. Он появился на свет в 1948 году в деревне Кислянка Брянской области. Игрой на гармонию увлекся, будучи ребенком. Дедушка у нас был гармонист от Бога, он, как говорится, на всю округу был такой гармонист. И все это я с детства видел, и вот, ну, а первый раз в руки гармонь взял, наверное, мне было лет 9, потому что дедушка не разрешал брать гармошку, скажем, гармошка стоила корову по стоимости. После службы в армии и учебы в музыкальном училище в конце 60-х годов Петр Савченков приехал в Севастополь погостить у сестры и вскоре принял решение остаться в городе навсегда. Страстно увлеченный музыкой он создавал различные творческие коллективы, а в 1983 году стал основателем фольклорного ансамбля «Русь», который снискал славу не только в Советском Союзе, но и за рубежом. И вот мы решили, ну, это уж точно моя мысль была, что мы будем петь песни различных регионов России, бывшего Советского Союза. На протяжении многих лет Петр Тимофеевич был собирателем и хранителем старинных песенных традиций. Он объехал многие регионы России, записывая на магнитофон народное творчество жителей русских деревень. И их надо было сначала разговорить совершенно на отвлеченную тему, а потом потихонечку подвести. Это архисложно, чтобы кого-то записывать. Потом появились в ансамбле люди, которые говорили, ну, допустим, из Сумской области, а вот у нас вот эту же песню, она поет вот так вот. И мы собирались не сразу, конечно, а там отпуск когда, и, значит, ехали туда, записывали. И это так было и в Курской области, так было и в Орловской области, так было и в Ленинградской области, так было и на Дону. Петр Савченков был удостоен множества званий и наград. В разные годы становился лауреатом международных фольклорных фестивалей в Германии, Италии, Бельгии, Венгрии и других странах. Был постоянным участником цикла передач центрального телевидения «Играй гармонь» Геннадия Заволокина. Телеканал НТС выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам музыканта. Прощание с Петром Тимофеевичем Савченковым пройдет 28 сентября в 13.00 в Доме Ангелов на улице Пожарова, 5Б. Нахимов, Корнилов и Стомин. Фамилии этих великих адмиралов знает каждый севастополец. Герои первой обороны города, люди, стоявшие у истоков создания русского флота на Черном море, оставили свой след в истории страны. Однако ряд знаковых и известных в свое время личностей, увы, впоследствии оказываются в числе незаслуженно забытых. Одним из таких можно назвать адмирала Петра Кислинского, который даже был удостоен звания почетный гражданин Севастополя. В четверг, 24 сентября, в Центральной городской библиотеке имени Толстого состоялся предпоказ фильма об этом герое Крымской войны. Незаслуженно забыт. Адмирал Петр Иванович Кислинский, участник первой обороны Севастополя, во время Крымской войны служил в должности командира корабля «Ягудиил». С 1858 года коменданты, исполняющие обязанности военного губернатора города, внес значительный вклад в возрождение Севастополя после Крымской войны, за что в 1873-м удостоился звания почетного гражданина. А вот если спросить о Петре Кислинском, пожимают плечами, и никто не знает даже, кто это такой. А во время обороны он совершил подвиг, командуя кораблем «Ягудиил». Вы знаете, что многие корабли были затоплены? А вот «Ягудиил» был оставлен, введен в Южную бухту, и целый год он сражался, защищая 3-й и 4-й бастионы против врага. И вот эту тему мы озвучиваем в кино. Исторический документальный фильм «Честь и верность. Адмирал Кислинский» создан при поддержке фонда президентских грантов. Авторы использовали в своей работе множество архивных документов. Петр Кислинский – неординарная личность. За свои смелые высказывания Николаю I он едва не лишился службы. Император лично отдал приказ о тайной слежке за Кислинским. Это стало известно создателям фильма при изучении документов с грифом «Секретно». Однако и командование, и подчиненные ценили в первую очередь его профессиональные качества, как грамотного военачальника. Фильм об Адмирале Кислинском – не первое творение автора. Это уже пятое по счету произведение из цикла «Архивные истории». Все они повествуют о героях первой обороны Севастополя. Именно герои первой обороны – жители, дети, матросы, офицеры – они как раз-таки и закладывали основы того севастопольского менталитета, который потом, так сказать, уже даже в Великую Отечественную войну дал нам такое количество героев и такое количество героических и мужественных поступков. Рассказ об Адмирале Кислинском – это открытие еще одной малоизвестной страницы из жизни нашего города. На кинопоказ в небольшом зале библиотеки собрались авторы фильма и студенты, которым интересна история Севастополя. Премьера фильма состоится в ближайшее воскресенье в 10.00 в Доме офицеров Черноморского флота. Киносеанс пройдет бесплатно. Организаторы приглашают всех желающих. Переходим к новостям спорта. В Байдарской долине в 14-й раз стартовала ежегодная велогонка «Крымская осень». В этом году, несмотря на пандемию, состав участников не стал меньше. О том, как прошел первый день соревнований и что интересного, приготовили организаторы для любителей велоспорта в этом году в сюжете Николая Кузнецова. Более 200 километров по Байдарской долине проедут участники уже ставшей традиционной велогонки «Крымская осень». На протяжении четырех дней бороться за победу будут как профессиональные спортсмены, так и просто любители. Соревнования проходят в личном и командном зачетах. Сегодня мы имеем очень большую географию участников. У нас есть участники из Калининграда, у нас есть участники с Украины, есть с Армении. Мы, в принципе, довольны стартовым составом участников на сегодняшний день. Несмотря на пандемию коронавируса, представители ближайшего зарубежья без особого труда добрались до Крымского полуострова. У каждого спортсмена своя история отношений с велоспортом. Занимался в молодости, потом вот 40-летний перерыв был, сейчас решил вернуться в большой спорт, так скажем, через 40 лет. Ну, нелегко, конечно, пришлось как минимум похудеть на 30 килограмм для начала, но я не жалею. Веломногодневка «Крымская осень» стала долгожданным событием. Большинство спортсменов заранее бронировали свои участия и целенаправленно готовились к стартам. В связи с эпидемиологической ситуацией международные старты все отменились, поэтому вот выпал шанс приехать сюда. Давно мечтал, порядка пяти лет, никак не получалось, но вот судьба привела меня сюда. Участники со стажем приезжают на велогонку каждый год. Помимо возможности проверить свои силы, спортсменов подкупает природный ландшафт и мягкая крымская осень. Крым – это вообще велосипедное должно быть место. Я думаю, что здесь природа такая же, как Италия, Франция, которая может тренироваться круглый год и проводить соревнования круглый год, что невозможно делать там в средней полосе России и так далее. Велогонка «Крымская осень» проходит в 14-й раз. В этом сезоне заявлено 84 участника. В первый день соревнований спортсмены проезжают так называемый пролог. Гонку на дистанции 4 километра. Старт участники берут в селе Орлины. Для дистанции выделена отдельная полоса дороги по Байдарской долине вокруг Чернореченского водохранилища. За безопасностью велогонщиков и зрителей следят сотрудники ГИБДД. Каждый участник гонки получает электронный чип, который с максимальной точностью фиксирует итоговый результат заезда. В стартовом прологе профессиональные спортсмены показывают время около 6 минут. Любители проезжают 4-х километровую дистанцию за 8-10. Впереди еще три дня соревнований, которые вместят в себя индивидуальную гонку на 25 километров и два групповых этапа по 100 километров. Николай Кузнецов, Александр Устич, Севинформбюро. 25 сентября юбилей отмечает президент детско-юношеской футбольной лиги Севастополя Евгений Евгеньевич Репенков. Спортивному функционеру и активному участнику «Русской весны» исполнилось 65. Последние годы Евгений Евгеньевич в основном занимается развитием детского футбола в Севастополе, являясь сторонником того, чтобы на тренировках местные мальчишки не только постигали азы футбольного мастерства, но и воспитывались в духе патриотизма и любви к родному городу-герою. Сейчас он также завершает работу над многотомником «Футбол моего города». В книгах и публикациях Евгений Репенков постарался уместить рассказы о том, как развивался спорт номер один в нашем городе и на его окраинах через интервью и воспоминания ветеранов и действующих атлетов. Электронная версия сборника уже доступна на сайте детской и юношеской футбольной лиги Севастополя. Редакция телеканала НТС присоединяется к поздравлениям и желает Евгению Евгеньевичу крепкого здоровья, спортивных побед и творческого вдохновения. Завершение выпуска по традиции о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 сентября в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10, днем 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 25-27 градусов с отметкой плюс. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 11 детей, 5 мальчиков и 6 девочек. На сегодня это все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59-0060, а также мобильный плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свое вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей, до встречи, всего вам доброго и пусть грядущие выходные зарядят вас энергией и позитивом. Продолжение следует... Продолжение следует...